В трехэтажном доме по улице Толстого, 46 и переулку Береговому, 22, на земельном участке по ДЖС уже обустраиваются жильцы. Дом возведен незаконно. Судебные разбирательства длились два года. Владелец признал право собственности по суду. Вот только в судебном решении нет ни слова о тех условиях. И первая проблема, с которой столкнутся новоселы – коммуникации. Здесь даже насос для поддержания давления и распределения воды стоит в подъезде. Такая установка явно противоречит нормам и правилам водоснабжения многоквартирного дома. Как и во всех самостроях, газа нет. Ресурсоснабжающие предприятия курорта могут в любой момент отключить коммуникации в незаконно возведенном доме. Проблемы у собственника не только с документами, но и с элементарным благоустройством территории. Специалистами Управления муниципального контроля, Администрацией муниципального образования города-курорта Анапа выявлено нарушение правил благоустройства, складирования строительных материалов на прилегающей территории. В отношении собственника земельного участка возбуждено административное производство. В самострое 12 квартир. Новоселы живут только в двух, значит оставшиеся 10 продаются. Стоит ли становиться собственником сомнительного жилья? Вряд ли. Не стоит покупать квартиры и в доме по улице Толстого 81 и переулку к Мсомольскому 21. В 2012 году администрации муниципального образования города-курорта Анапа выявлено незаконное строение многоквартирного жилого дома по улице Толстого. В этом же году было подано заявление исковое в суд о сносе данного объекта. Решением суда о сносе данного объекта отказано, строительство приостановлено. Собственника объекта обязали привести разрешительную документацию в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации. Кто предупрежден, тот вооружен. Не торопитесь покупать жилье, не проверив разрешительную документацию. На официальном сайте администрации курорта опубликован перечень выданных разрешений на строительство. Здесь же на сайте список самостроев.